В начале своего выступления президент России Владимир Путин отметил те позитивные изменения, которые происходят в республике в последние годы. Отмечу, что за последние годы по ряду показателей в регионе добились неплохих результатов. Устойчиво растет промышленность и аграрный сектор, растет и оборот розничной торговли. Отмечу и позитивные демографические показатели. Население Ингушетии год от года растет. Как и в других кавказских республиках, здесь немало многодетных семей. И что особенно важно, это хороший пример для всей России. Эти семьи пользуются уважением и вниманием общества. Вместе с тем глава страны выделил несколько главных проблем, которые должны решать в регионе. Это дотационность, высокая безработица, нехватка мест в дошкольных учреждениях и перегруженность школ. Призванная помочь по многим вопросам федеральная целевая программа социально-экономического развития Ингушетии не может решить все проблемы. По мнению Владимира Путина, нынешняя экономическая ситуация в стране открывает перед Ингушетией новые возможности. В том числе для развития производства, легкой и пищевой промышленности, освоения внутреннего рынка. Необходимо наращивать темпы развития аграрного сектора, в котором традиционно силен регион. И, конечно, для решения вопросов социально-экономического развития необходимо привлекать частные инвестиции. Очевидно, что ключ к решению многих проблем – это более полное задействование промышленного и аграрного потенциала республики. Для их устойчивой работы и развития, для увеличения объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, нужно, безусловно, активнее искать дополнительные инвестиции, в целом повышать инвестиционную привлекательность республики, улучшать деловой климат. В своем докладе глава Ингушетии Юнус Бекев Куров рассказал о темпах социально-экономического развития региона. Так, по его словам, в республике реализуются 18 крупных инвестиционных проектов. Наблюдается рост по основным социально-экономическим показателям. Собственные доходы бюджета республики выросли на более чем 11%. Во многом, такие результаты были достигнуты благодаря тому, что местные власти уделяют большое внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Особо хочется отметить в снижении безработицы, вот та программа, которая есть по линии Министерства экономического развития Российской Федерации, поддержка предпринимательства. Она дает наиболее высокий эффект именно в таких регионах, как Республика Ингушетия. По мнению министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, если смотреть в будущее, то для Ингушетии нужно разработать программу по развитию реального сектора экономики. Наша сейчас ключевая задача, вот именно в логике, поставленной и обозначенной президентом, при дальнейшем, скажем так, совершенствовании работы социального сектора и в разрезе образования, медицины, спорта и так далее, все-таки подготовить качественную программу по развитию реального сектора экономики, через который дальше развивать социальный сектор, повышать реальные доходы, решать ключевой и самый больной вопрос, это все-таки высокой безработицы, и в конечном итоге, как результат, качество жизни людей, живущих в Республике и в целом СКФО. За несколько лет в Республике было введено в эксплуатацию более 200 объектов социального назначения. Завершение строительства новых объектов позволит решить многие вопросы социального характера. Это необходимость завершения тех объектов, которые мы начали. У нас большое количество, к сожалению, долгостроя. Вот это очень-очень важно. Мы должны специально такую дорожную карту разработать, наверное, с тем, чтобы начатые строки были завершены в короткой перспективе. И второе, это принципиально, это иной облик программы социально-экономического развития до 2025 года. Иной в том смысле, что сориентированы прежде всего на объекты реального сектора экономики, объекты промышленности, объекты сельского хозяйства, энергетики. Если брать сферу здравоохранения, то в этом году на 20% уменьшилась младенческая смертность. Открытие современного перинатального центра позволит улучшить эти показатели. Мы ждем, что большой вклад внесет перинатальный центр, который сейчас активно строится. И на будущий год должен будет быть сдан. И перинатальный центр позволит нам открыть койки второго и третьего уровня для в том числе недоношенных детишек с низкой массой тела. Мы считаем, что это будет очень важный шаг в становлении системы материнства и детства Ингушетия. Возвращаясь к теме образования, о которой говорил Владимир Путин, то в этом году проблема с нехваткой дошкольных учреждений и перегруженностью школ будет решаться основательно. Мы к концу 2016 года практически полностью ликвидируем трехсменное обучение. Некоторые проблемы еще останутся в Сужинском районе. Надеюсь, что в течение 2017 года и она будет решена. Ну и в целом очень важно, что в республике руководством уделяется серьезное повышенное внимание развитию системы образования. В конце встречи Владимир Путин подчеркнул, что многие вопросы, которые были отмечены в ходе совещания, будут внесены в общую программу развития Ингушетии. Хусен Гагиви, Субханиев, Новости 24.